Продолжение следует... Ну, вы знаете, у меня детство было вполне такое советское, но не совсем обычное все же. Потому что жили мы в Арбатских переулках, Трубняковском переулке, в огромной коммунальной квартире, там что-то 14 или больше комнат, там жило много семей, 11, что ли. А до революции все это принадлежало моему прадедушке, который был известный врач, педиатр. И у него даже была там, вот почему такая большая квартира, потому что он там, было у него даже несколько палат, он устраивал маленькую клинику. Сам он был учеником Филатова. Но он прославился тем, что как только окончил медицинский факультет Московского университета, тогда был медицинский факультет тоже, была последняя эпидемия холеры в Москве большая. И он, ему достался самый такой неприятный район, хитров рынок, трущобы. И он вывел оттуда людей и сжег, сам поджег весь этот район. Его посадили в тюрьму, но суд писяжных его оправдал. И он стал таким героем, и он женился на девушке из очень известной и популярной таммазской семьи, Мамонтовых. Софьи Ивановне Мамонтовой, родственницы известного Савва Ивановича, который там у нас такой идеальный капиталист считается. И я вот вырос в том, что моя бабушка называла «осколки разбитого в дребезги». То есть вот среди тех людей, которые жили в начале XX века совсем по-другому, то есть была такая высшая и просвещенная часть московского купечества, который, как вы знаете, создал все эти музеи, коллекции, так сказать, самые разные. И воспитывала меня вот бабушка, потому что папа с мамой, естественно, работали. Бабушка, мне как-то... Я был вот рожден историком, но я понимал даже с самого раннего возраста, что быть историком в Советском Союзе, это, в общем, очень трудно, потому что надо все время врать, там, говорить о социальных процессах, там, обращаться к Марксу Энгельсу, это мне не хотелось. А меня интересовала, вот, собственно, историческая жизнь, исторические памятники. К тому же родители, будучи архитекторами, и тоже занимаясь во многом историей архитектуры, они с трех лет возили меня по артурным памятникам. И вот как бы я воспитывался, с одной стороны, вот этой средой, уж куда только мы не ездили. А когда родителей не было, я все время требовал бабушке рассказывать о том, как они жили до революции. И даже отказывался обедать, если она что-то мне не рассказывала. Поэтому мне, в общем, было сравнительно легко заниматься дальше, когда уже я учился в институте, и сразу после института я начал преподавать. Вот. И так вот жизнь, собственно, и пошла. Но потом мне показалось, что очень странно, что вот я читаю лекции, кого-то поучаю, а сам ничего не сделал. Ну, строить мне не хотелось, а вот написать и исследовать. И я параллельно стал работать в Государственном институте искусствознания. Вот как-то сложилось так, что с одной стороны, родители меня многому научили, с другой стороны, бабушка научила тому, что не надо писать скучно и не надо, так сказать, как-то писать наукообразно, а надо писать о том, что ели там, как спали, и как ходили, и как это было связано с жизненной средой, с архитектурой. Вы знаете, семья была совершенно нерелигиозная. А еще было такое необычное для меня событие. Это было, пожалуй, один раз только. Родители... Мы все поехали, ну, как вот ездили постоянно, смотреть артурные памятники в Солочинский монастырь под Рязанию. Там замечательный, огромный человеческий рост, почти из ростов святых. И вот взрослые, а там были и биологи, там вот... Вот они все стали говорить о том, есть Бог или нет. И они так приходили к мысли, что все-таки нет. И вдруг я как-то понял, не понял, я почувствовал, что какое-то прикосновение, что ли, к своей душе. И я понял, что они неправы, что Бог на самом деле есть, и что Он открытый к тому даже, чтобы вот как-то общаться даже со мной. Хотя о чем говорить с Богом или как молиться, я не знал. И у меня был замечательный совершенно преподаватель Татьяна Силовна Полякова, женщина глубоко верующая, она была прихожанкой храма Никола в Кузнецах. И она договорилась с одним из священников, отцом Владимиром, что он меня окрестит у нее дома. А совершенно случайно оказалось, что настоятелем этот наш очень дальний родственник, этот отец Силов-Шпиллер. И очень дальний, но тем не менее родственник. И в общем все это как-то состоялось, очень хорошо, очень светло. И когда я принимал первый раз причастие, мне тоже казалось, что я вот пойду, и меня сразу арестуют после этого. Ну ничего, естественно, такого не было. Но зато я застал последнюю проповедь отца Всеволода, которую он прочел на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И это, конечно, было одно из самых сильных духовных впечатлений. Он, конечно, потрясающий был оратор. Говорил он совсем тихо, его уже выводили под руки. Но это было вот, собственно, очень сильное впечатление общения с церковью. Вы знаете, вообще, после того, как я стал ректором, у меня времени не стало почти совсем. Я все время, которое у меня есть, включая и отпуск, и субботы, воскресенья, у меня не было, по-моему, еще, я даже не помню, ни одного субботы и воскресенья на протяжении десятилетий и ни одного отпуска, чтобы я не занимался писанием статей и книг по истории архитектуры. У меня написано около 40 книг и там 300 или сколько-то. Я уже, честно говоря, я сбился со счета, потому что я пытался раньше список составлять, а теперь этот список ведь перепутался. И я, честно говоря, даже не знаю, сколько было написано, но это именно меня больше всего интересует, к сожалению. Но у меня... Я очень интересуюсь садами и растениями. Участвую в работе аптекарского огорода, например, в Москве. Первый проект его реставрации я, как архитектор, сделал до сих пор. 20 лет мы дрожим и что-то там делаем. Счастье — это исполнение заповедей божьих. Потому что как только вот нарушишь, то получается нехорошо. Вот я, например, все время занимался, работал без кого, действительно много. хотя же женился, все нормально. Но так получилось, что, в общем, детей мы не завели, а сказано, плодитесь и размножайтесь. И вот сейчас, когда мне уже 60 лет, я очень жалею, что не последовало в этой заповеди и что фактически вот мы остались в таком положении. Все это прекрасно, там я написал много, было вроде оценено, получил все возможные степени, у меня их целый страниц. Если перечислять, там я академик пяти академий, в чем почти на двух государственных наших, там английской, немецкой и так далее. Ну, а что, как говорится, это, вероятно, счастье не дает. Конечно, когда выходит новая книга, я только что издал историю архитектуры Англии, книгу, которую я писал 40 лет и которой на русском языке у нас нет истории английской архитектуры. А это архитектура стоящая. Это, конечно, тоже счастье. Но счастье не полное, это как-то такая, какой-то сектор счастья. А Господь, Он как-то вот продумал, ну, естественно, в свое время, даже не надо было думать, Он знал, так сказать, что все должно быть цельно. Все эти, так сказать, сектора счастья, которые обозначены разными заповедями, вот они вместе создают действительно настоящее, подлинное и очень крепкое счастье. Так что счастье, когда ты делаешь то, что указано Господу, и тогда и Он тебе помогает. Субтитры создавал DimaTorzok